Четыре дня для отбора чемпионов на пары Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. С 28 по 1 июля на стадионе Олимпийский чебоксары принимают чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике. Всего в соревнованиях заявлено более 250 сильнейших спортсменов из 46 регионов страны. Неделю назад сборная России по спорту лиц с поражением по ДА вернулась с чемпионата Европы, откуда привезла 51 золотую медаль. По словам Льва Селезнева, в этом есть и заслуга Чуваши. И сегодня я на самом деле считаю, что этот стадион является своего рода талисманом для нашей сборной команды. Потому что результаты, которые сейчас были показаны, очень высокие. А накануне вот этих соревнований, неделю назад, мы вернулись из Италии к чемпионату Европы, где впервые наша сборная команда повалила всю Европу, так будем говорить. Потому что 136 медалей в общем зачете и 59 медалей у второго места в Великобритании. Как известно, у спортсменов каждый день по несколько раз проходят тренировки. К примеру, Екатерина Гловизна, кандидат в мастера спорта, занимается легкой атлетикой третий год. На всероссийских соревнованиях в секторе для метания копья она выступила с результатом 9.55. По словам спортсменки, ей есть к чему стремиться. А достигать успехов помогает поддержка родных и близких. Спорт, образ жизни, ребенок, муж стимулирует. Хочется, чтобы она так гордо говорит, когда у нее спрашивают, а кто у тебя мама? Она говорит, моя мама спортсменка. То есть вот этот вот стимул, когда она видит, что я занимаюсь, да, и надежда на то, что стать лучше и увереннее в себе. То есть не доказать кому-то именно в себе, стать лучше и увереннее. На чемпионате России достойные результаты показали хозяева соревнований. Так, двукратная паралимпийская чемпионка Лондона Елена Иванова показала лучшее время в финальном забеге на 100 метров в классе Т-36 и завоевала золотую медаль. Также обладателем золотой медали стал воспитанник столичной детско-юношеской спортивной школы Сергей Бирюков, одержавший победу в прыжках в длину среди спортсменов класса Т-38. Его результат 6 метров 20 сантиметров является третьим в мире. И это не единственная заслуга Сергея за чемпионат. Также атлет взял бронзу на 100 метровке. Две бронзовые медали на счету его товарища по спортшколе Ивана Скренника, показавшего в своем классе F-56 результаты метания диска и толкания ядра. Все обладатели наград являются кандидатами в паруолимпийскую сборную команду России. Татьяна Савкина, Инна Гаврилова, Екатерина Янгалакова. Жизнь столицы.